Блин, такая красота сегодня! Мы с Костиком наблюдаем лунное, хотела сказать солнечное, лунное затмение. Но вот эти вот облачка налетели, но они такие красивые! Костя, да, скажи? Я-я. Обалденно! Такое небо красивейшее. Ну, это надо иметь хорошую камеру, чтобы приближать, чтобы снимать именно лунное затмение, чтобы было видно. А это так, игрушки, конечно. О, вот она показалась. Ну, через телефон, через такую обычную камеру ничего не видно. Это надо с таким ультразумом, чтобы была камера. Вот тогда будет класс, да? Да. Смотри, какая красота! Ну, что, есть такие люди, что и загорают вон в плавках, молодой человек. А есть такие, что сидят в одежде, греются под солнышком. А вон, малые детки возле воды играются и заходят в воду. Все по-разному. Но все больше уже в кофточках люди ходят. Раздетых мало. По-летнему. Ну, вот наш человек идет в шорты, футболочка, но сверху свитер. Вот они все супер. Ну, вон, ребята, видите, лежат, загорают. Не знаю, солнце, буду я сегодня купаться или нет. Но уже как бы нет такой тяги. Тогда, когда я иду купаться, действительно воздух очень теплый. И мне хочется это делать. Сегодня как бы не знаю. Нет, ветерочек такой прохладненький. Ну, вот, да, градусов 18. Но не хочется пока, не хочется. Такое впечатление, что оттягивать только сейчас начался. Прелестная погода. Вот, смотрите, я в пляжной телевизорке. Приехали на велико на пляж. Ну, не знаю, вот я стою в отделу и начала привыкать. Ты знаешь, Костя, может, у тебя даже поспорку плацать. Ну, ты хорошо. Кстати, солнце, у нас часы перевели на час. И мы теперь пойдем на час больше спать. Костик, привет. Что, пойдем купаться? Ну, а где ты по пляжному? Прошло, что у кого-то. И что, типа, ты замерз, да? А, то есть, если ты зайдешь в бар, то ты пойдешь купаться. Ну, не вопрос, может быть. Вот такой вот. Да, холодно. Ну, градусов 18. Ветер свеженький. Ветер свеженький, да. Да, вон пошли в воду. Вдвоем. Но солнце так отсвечивает, что, наверное, камера не передаст, что они в воде. А может, и видно будет. Две женщины? Ой, я сейчас буду третья. Слушай, сообразим на троих это называется. Смотри, они прямо такой заплыв делают. Это голуби. Голуби. Ой, как красиво, да? Класс. Что вы думаете, что я иду купаться? Не, ребята, не пойду. Могла бы рискнуть, конечно, так по-быстрому. Но Костик ругается. Говорит, что заболею. Послушаться, Костик, а не ходить, наверное. Да, верно. Субтитры делал DimaTorzok Море уже, конечно, осеннее. Вот действительно начался октябрь. Вани нашего нету сегодня. Ох, вон сарганчики в сетке. Смотрите, такие крупничок. Хорошенькие. Что, у вас там прямой репортаж, да? Не, не прямой. А что, Вани сегодня нема, да? Вани будет позже. Ох, позже. Здравствуйте, что-то есть? Вот так я знаю, когда дергают или ставриду. Саргана. Саргана? Что, идет? Нет. Сегодня нет. И что, саргана тоже так надо удочку туда-сюда делать? Я знала, что только ставриду. А саргана я не умею ловить. И что, тоже как на самодур? А, покажите. Ой, класс. А, блесна я знаю, что такое. У меня папа сам делал блесну. А, блесна я, типа блеснил. Сейчас покажу. Покажите, пожалуйста. Надо мне вспоминать детство опять и ходить на рыбалку. Да, почему бы и не было. Ну? Ой. Какая красота. Так, тихо. Идет тройничок. А, тройной крючочек. Я поняла. И блесна. А блесна какая-то специальная на саргана? Это пилькер называется. Пикер? Пилькер. Так? Пилькер. Пилькер. Класс, красивая. Прямо хоть маникюр такой делает. И что, вот так вот без грузика, без ничего. И вот так удочкой потом туда-сюда. Потому что пилькер, он и есть будет. А, потому что он тяжеленький, да, я заметила. Ну что, закину. Вот так вот. Дергай. Вот-вот, да. Как ставриду. Может, что-то вытяните. Может, что-то ящик не упротнулись. Может, да. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, тепленько на солнышке? Нормально, да. На солнце тепло очень. Если бы мы одели кофту, было бы жарко. А вот так вот именно в самый раз. Я тебе честно говорю, я бы и купаться пошла. Но ты говоришь, нет, я тебя послушаю сегодня. Хорошо? Короче, Ваньки нету. Но я там познакомилась с другим парнем. Он меня научил ловить сарган. Показал мне, какая блесна, какой крючок должен быть, тройничок. И это самое. И как дергать этой удочкой. И все. Да, так же уже надо мне купить. У нас дома есть спиннинг. Туда надо такой крючочек и блесну такую специальную. И все. И можно стоять тоже, дергать сарганом. Солнце таки припекает хорошо. Что загорать точно можно. Точно можно загорать. Даже можно немножко подгореть такое солнышко. И люди купаются. Смотрите, в воде. Я не буду. Все. Я уже решила, что я купаться не буду. Вот эти вот барышни вышли из воды, купались. Вон в купальниках идут мокрые. Видите? Вон в воде сидят белочки. Молодцы. А медузка выносила. Обалдеть. Вон и дитё. Ножки мочит, водички. О, девчата, молодцы. Слушайте, прямо за... А я же заражаюсь вами, честное слово. Хочется тоже пойти. Я купалась где-то неделю назад. Но сегодня что-то прохладненько. Сюда, вон, в море. На дно, второе. Слёмочки такие. Видите, люди купаются. А кто-то мне там сегодня говорил. Ой, ты когда пошла купаться, с тебя смеялись. Наоборот, я думаю, восхищались и говорили, и радовались. Это эмоции приятные. Вон, смотрите, раз, и окунулась. И я тоже вот стою, я улыбаюсь, потому что это класс. Я не с насмешкой смотрю на этих людей, а восхищаюсь им. Там же, может быть, и эти люди стояли и восхищались мной. Они смеялись. Вон и девочка тоже водичка зашла. Вот заходит водичка градусов 18. Денёк чудесный, чудесный. Так что, кто в Одессе, не упустайте такую возможность, чтобы посетить пляжи. Ну, хорошо, даже не купайтесь. Но хотя бы погуляйте и подышите свежим воздухом. Красота. Пусть такая погода продержится ещё немножко. Пусть порадует нас. 29 октября, а как будто бы начало октября. Да даже в начале октября бывает холоднее. Не думаю, как улыбается. Ну что, смотрите. Вон даже на волнорез доплыли и повылазили и стоят. Представляете? Вот вам и ноябрь на носу. Солнце бою. Ну что, я насмотрелась на всех купающихся. И они меня заразили. 29 октября я в воде. Да, вы мне сейчас будете говорить. Ой, вся кожа в мурашках. Там ещё что-то найдёте. Зуб на зуб не попадает. Но, ребята, ну согласитесь, что летом, когда вода прохладная, у вас тоже зуб на зуб не попадает. И кожа реагирует вот этими мурашками. Так что всё нормально. Освежает прекрасно. Ребята, кстати, очень хорошо лечит нервы. Кому надо полечить нервы, хейтеры особенно, кто там пишет на канале гадости, вам прохладненькую водичку, и нервы ваши успокоятся. Вы станете добрее. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья жёлтые, скажите, что вам снится. Ну что, может, ты тоже сходишь? Я такой безбашенный топки. Я на тебя глядя замёрз. Ой, тоже мне надо... Ну, блин, Костя. Заболела. Да не заболей. Ты мне сейчас дома полечишь, да и всё. Растирочку мне сделаешь. У меня уже горло болит. Да. Что, все горли дыренчить, дыренчить, треба горло примочить, примочить, да? Я намёк уже поняла. Промочить. А что я просто лис? Сейчас едем домой, беляши буду жарить. За 10 минут. Тесто бездрожжевое делается быстро. Я уже сто раз это показывала. И люди снова просят, покажите опять, покажите опять. Ну, хорошо, покажу. Как другую форму. Да. Сейчас делаю такие, как когда Вова приехал и говорит, мама, я хочу беляша. Я на него такие глаза открыла. Говорю, сын, это надо тесто, это надо час, чтобы оно постояло там туда-сюда. А потом думаю, а, я ему сейчас делаю вот это. И пока он там что-то сидел в Косте с компьютером, помогал. Я уже нажарила ему беляши. И он довольный уехал домой. Да? Было такое? Мы, кстати, улетели. Улетели моментально. И что, скажи, что классные. И не надо с этим дрожжевым тестом возиться. Ну, всё. Сейчас я обсыхаю, едем домой готовить беляши. Да, я тебя обниму. Я тебя так люблю. Да, я тебя обниму. Ну, да. Ну, и что, ты не хочешь со мной в обнимашке? Ну, Котя, иди сюда. Смотри, текает, потому что я холодная. Мокрая, холодная. А мне вот так приспичило сейчас в обнимашке поиграться. Я люблю горячих. Мерзляк. Ну, что, ребята, я это сделала. А сейчас едем домой жарить беляши горяченькие. И будем согреваться. Мерзляк.